Я читаю главу двадцать первую из первой книги царств. Никто не знает, зачем я послал тебя и что поручил тебе, поэтому я людей оставил на известном месте. Итак, что есть у тебя под рукою, дай мне, хлебов пять или что найдется? И отвечал священник Давиду, говоря, нет у меня под рукою простого хлеба, а есть хлеб священный, если только люди твои воздержались от женщин. И отвечал Давид священнику и сказал ему, женщин при нас не было ни вчера, ни третьего дня, со времени, как я вышел, и сосуды отраков чисты, а если дорога не чист, то хлеб останется чистым в сосудах. И дал ему священник священного хлеба, ибо не было у него хлеба, кроме хлебов предложения, которые взяты были от лица Господа, чтобы по снятии их положить теплые хлебы. Там находился в тот день перед Господом один из слуг Сауловых по имени Доик и Думеянин, начальник пастухов Сауловых. И сказал Давид Ахимелеху, нет ли здесь у тебя под рукою копья или меча? Ибо я не взял с собой ни меча, ни другого оружия, так как поручение царя было спешное. И сказал священник, вот меч Голиафа, филистимлянина, которого ты поразил в долине Дуба, завернутый в одежду позади Ефода, если хочешь, возьми его, другого, кроме этого, нет здесь. И сказал Давид, нет ему подобного, дай мне его. И встал Давид и убежал в тот же день от Саула и пришел к Анхусу царю Гевскому. И сказали Анхусу слуги его, не этот ли Давид, царь той страны? Не ему ли пели в хороводах и говорили, Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч? Давид положил слова эти в сердце своем и сильно боялся Анхуса царя Гевского. И изменил лицо свое перед ними, и притворился безумным в глазах их, и чертил на дверях, и пускал слюну по бороде своей. И сказал Анхус рабам своим, видите, он человек сумасшедший, для чего вы привели его ко мне? Разве мало у меня сумасшедших, что вы привели его, чтобы он юродствовал передо мною? Неужели он войдет в дом мой? Субтитры создавал DimaTorzok